христос воскресе дорогие братья и сестры воистину воскресе христос и вот как солнце превосходит все звезды так праздник пасхи превосходит все остальные праздники церковные и собственно говоря вот кто не познал радости пасхальные кто не познал пасхального торжества конечно в духовном смысле не в смысле там плотских каких-то вот ну конечно надо поесть отдохнуть это тоже прекрасно но прежде всего это духовное торжество и вот кто этого не познал этой неизреченной пасхальной радости которые как солнце озаряет твое сердце тот еще и не познал тайну христианство потому что вся суть христианства, она именно в этом. Христос воскрес, воистину воскрес Христос. И а в чем смысл, собственно говоря, праздника Пасхи? А он именно в том, как мы поем в песнопениях, что ныне вся исполнившаяся света, небо и земля и преисподняя, да празднует оба вся тварь, то есть все творение Божие, потому что в этот день, точнее в эту ночь и вообще в этот момент все наполняется светом Божьим, и небо, и земля, и преисподняя даже. Казалось бы, какое противоречие, ну что там, преисподняя, то есть она далеко от света, но мы об этом скажем. И вот прежде всего, конечно, небо, небо и небеса небес, небо это мир Божий, это предвечное Божие бытие и царство ангельских сил, которые причастны божественному свету. Но именно туда Господь благоволил возвести человеческое естество, озарив его светом обожжения, светом вечной жизни, поэтому небеса, они тоже озаряются вот этой удивительной радостью, и ангелы воспевают Господа на небесах, как мы и поем, воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах, и нас на земле сподобить, чистым сердцем Тебе славите. То есть вот как ангелы воспевают свет Христов, воскресение Господа нашего на небесах, так бы и нам сподобится здесь этой чистой, искренней, ангельской радостью воспевать воскресение Господа. Ну и, конечно же, земля преисполняется света. Причем, какое удивительное дело, вот когда свет является на земле, да, то люди все время пытаются этот свет куда-то запрятать в какую-то пещеру, затиснуть как бы куда-то подальше. Родился Христос, и где он родился? В пещере родился, да. Свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, и поэтому они решили запрятать куда-то, ну, конечно, это промыслом Божиим таким, да, но символически, символически люди как бы человеческий мир, он как будто чувствует, что вот сейчас придет свет, хочется ему отгородиться, куда-то запрятаться, и действительно места нет, нигде нет места. Спаситель рождается в какой-то простой пещере, но тут же свет и начинает сиять, и ангелы на небесах воспевают славу Вышних Богу, да, потому что на земле явился мир, и пастухи уже спешат поклониться вот этому свету чудному, явившемуся на земле, а потом и волхвы, да, и потом и все люди, вот, и о воскресенье где? Тоже пытались умертвить, пытались запрятать в какую-то гробовую пещеру, но именно оттуда высиял неизреченный свет, да, и как тоже поется, что гроб Христов, он становится краснее всякого царского чертога, да, Христос говорил, царство мое не от мира сего, он небесный царь, он его в простой какой-то гробницы, но в итоге цари земные, впоследствии, на протяжении многих веков, они спешили поклониться именно гробу Христа, потому что они понимали, что земная слава это ничто, а вот то, что совершил Христос, это действительно просто вот невообразимо, и, конечно же, преисподня, преисподня, преисполняется света, ибо Спаситель, когда пострадал, принял смерть на кресте, то прежде чем воскреснуть, он не сходит во ад, чтобы вывести души пребывавших там, те, кто его ожидали, те, кто готовы были его принять, потому что какое же это бытие, да, если ты во ад, вот до воскресения Христа, вот вы только представьте, что двери ада, они были открыты только в одну сторону, да, туда можно войти, выйти нельзя, вот в ту сторону открыты, а обратно нельзя, а на небеса двери вообще закрыты, вообще в принципе, то есть огненный меч Херувима, он не пускает людей в рай, туда двери закрыты, в ад открыты они в одну сторону, но вспомним, что Спаситель говорил, а здесь дверь, да, мною кто внидит и изыдет и пажить обрящет, и вот он стал действительно той дверью, которая отверзает врата всем находившимся в аде и отверзает врата в рай, поэтому в рай врата открыты, кто хочет, пожалуйста, заходи. Из ада тоже можно вымолить людей и спасти души, приобщая их к воскресению Господа, и вот Спаситель нисходит во ад, и происходит нечто вот невероятное, и его встречают те, которые его ожидали, и правотец Авраам, который называется отцом всех верующих, да, а верующий в кого? В грядущего мессия, и вот он пришел, да, а вспомним, что Авраам некогда сына своего Исаака вел, ну, по повелению, конечно, промыслительному Божию на жертвы и думал, что действительно так, и вот как писал затем апостол Павел, почему Авраам шел так? Потому что Авраам верил, что Бог, Авраам верил и думал, что Бог силен из мертвых воскресить, но Исаак не принимается как жертва, то есть не сын Авраамов становится жертвой за грехи всех людей, а становится сын Божий, сыном человеческим и приносит себя в жертву, и вот он действительно воскресает, потому что Бог силен из мертвых воскресить. И вот Авраам встречает чаемого всеми народами, встречает обетованного мессии, встречает также Моисей, который говорил, что иного вот пророка вместо меня даст вам Господь, его слушайте. И вот Моисей как бы выразитель ветхого завета, через которого дан был закон ветхий, а тут является в аду тот, кто дал новый завет. И Моисей его тоже встречает, и он и его выводит, и Давид его встречает, тот самый царь-пророк Давид, который в псалмах много воспевал страданий воскресения Господа и говорил, что я всегда видел Господа рядом со мною, потому что он одесную меня есть, да не подвижусь. И вот он узнает его, и многие другие правоцы. И Симеон богоприимец, который в свои объятия, в свои руки принял еще маленького богомладенца Христа, нянчил его на своих руках и говорил, что ныне отпускаешь меня, владыка, по глаголу твоему с миром. А тут он является уже взрослый, зрелый муж, конечно, душа Господа является, но не просто как человек, а как Бога человек. И Симеон богоприимец тоже его узнает, и многие другие ветхозаветные правоцы, пророки. Кстати, у апостола Петра в Соборном Послании, в Первом Соборном Послании, там говорится, что даже те люди, которые некогда при строительстве ковчега, ноева, они противились Божию повелению, и вот они были наказаны, что и им тоже благовествовалось спасение, и их души тоже выводятся. Ну, те люди, которые вот во время того страшного потрясения, когда всемирный потоп, волны нахлынули, и многие из них, оказывается, каялись, раскаялись. И находясь в глубинах преисподней, они тоже жили таким вот упованием, жили надеждой на грядущего Христа, ибо они в покаянии закончили свой путь. И у апостола Петра это написано, что вот то человечество, оно тоже спасается. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, приняв наказание по плоти, жили по Богу духом. То есть, все, кто хотел, все, кто откликнулся, всех Господь выводит из ада. И вот когда на Пасху, вот прямо перед ночной службой, там в начале полуночницы, а потом, значит, крестный ход в белых облачениях совершается, и вот этот вот крестный ход в пасхальную ночь вокруг храма, он уже означает и символизирует собой изведение душ людей из глубин преисподних. Вот как Спаситель выводит их, держа победное знамение, ну, символически, конечно, держа победное знамение, свой крест, выводит их, отверзает врата райские, водит за собою. И поэтому весь мир, он преисполняется вот этого божественного света, божественной радости, воскресения Христова. А в чем, собственно, вообще уникальность воскресения нашего Господа? Ведь, казалось бы, были уже воскрешения, да, там и в Ветхом Завете. И, в общем-то, действительно, если мы посмотрим на страницы Священного Писания, то мы встречаем, скажем так, вот три троицы воскрешений. Вот есть три воскрешения до пришествия Господа в мир, три воскрешения в Ветхом Завете. Первое совершает пророк Илья, ну, конечно, Господь совершает по молитве пророка Ильи, когда он находился у вдовицы, в Сарепской вот этой благочестивой вдовы, и там у нее маленький мальчик, и потом он умирает, и пророк Илья простирается над ним и молится, и возвращает его молитва, ребенка, к жизни, и он отдает его матери его. То есть, вот потому что наибольшее горе, конечно, когда у родителей умирает кто-то из детей, и пророки Ветхозаветные, даже когда они были очень строгие, Илья – это такой строгий ревнитель, который наказывал только там вот направо-налево, и пожигал вот эти пятидесятки, приходившие к нему, пятидесятников, ну, в смысле, не сектантов-пятидесятников, а имеется в виду военачальников, которые руководили пятьюдесятью воинами, шедшими на них, и огонь сходил с неба. Потом еще вот эти, помните, жрецы языческие тоже были наказаны. А вот когда ребенок нет, сердце его проникается милостью, он молится, и Господь воскрешает это чадо. А потом его ученик Елисей, который и спросил себе сугубую благодать, да, вот пусть вот благодать, которая на тебе или я, она будет на мне вдвойне. И это исполнилось. И в чем это выразилось? В том, что Елисей совершает действительно в два раза больше чудес. И воскрешение тоже оказалось два. Первое чудо – это тоже вот воскрешение вот отрока, потому что, ну, все мы вот особенно со страждем, особенно переживаем, когда вот мучаются дети. И там вот была вот эта женщина, благочестивая тоже, санамитянка. Она принимала пророка Елисея, давала ему в своем доме такой приют, когда надо было отдохнуть немножко. И вот она с мужем была бездетной, вот он помолился, и Господь дал чадо. А потом прошло такое, ну, некоторое время, и от теплового удара, когда он на поле днем находился, вместе вот с отцом, с женицами, то говорит, голова моя, голова моя, и, в общем, потом его отнесли, и он умер. И сообщают Елисею, он тоже спешит скорее впереди своего слугу Геезе, вот положи посох на лицо, но не подействовал. То есть посох, который, конечно, тоже исполнен был благодати Божией от святого человека, не получилось. И вот потом уже сам Елисей простирается тоже в молитве над этим малым отроком, молится, и происходит чудо. И там, конечно, так очень просто по-человечески описывается, что вот и чихнул ребенок раз семь, да, и Елисей говорит матери, возьми вот чадо свое себе. То есть вот второе чудо и третье чудо, это значит, тоже опять-таки Елисей совершает, а точнее кости Елисея уже после его смерти, погребенном в своей гробнице, и вот как-то проносили через год кого-то хоронить. А увидели неприятельские войска, испугались и быстренько кинули вот этого покойника в ближайшую гробницу. А это оказалась гробница пророка Елисея. И как только мертвый, значит, вот он прикоснулся костям Елисея, он тут же воскрес. Вроде бы там мертвая кость, а на самом деле нет, потому что люди святые, они приобщаются благодати Божией. И вот почему мы почитаем мощи святых людей. Так вот, это вот в Ветхом Завете, это вот Троица Воскрешения. Вторая Троица Воскрешения, она совершается уже самим Господом Иисусом Христом, когда Он приходит в наш мир, вот эта вот евангельская история уже. А Он и не мог не воскрешать, потому что Он есть сама жизнь. И жизнь, прикасаясь ко всему мертвому, несомненно, передает тоже дар жизни. Конечно, все еще не могли этого сподобиться, но сердце Господа, оно милостивое. И вот там какие три чуда. В первом случае, это там как бы понарастающие такие вот три чудо воскрешения в евангельской истории, это первое чудо, когда смерть, она только-только прикоснулась человеку. Это вот 12-летняя Троица, дочь Иаира, его вот вели, она еще была больна, и тут сообщают, что она умерла. То есть смерть, она вот только-только прикоснулась. Опять-таки вот ребенку, 12-летней от Раковицы, и спаситель даже, вот он как бы желая успокоит родителей, говорит, что девица не умерла, но спит, и все, конечно, там не соглашались с ним. Но в любом случае, вот смерть только прикоснулась, и тут же она отступает, когда является спаситель и произносит, девица, тебе говорю, встань, талифа куми по-арамейски, вот как говорил спаситель, тут же она подымается. Второй случай, где смерть уже показала вот свою власть, торжество, уже несли мертвого хоронить. Это кто? Это сын Наинской вдовы. Причем, как мы знаем, в тех местах, это очень жаркие места, где солнечный свет, он все поражает, там хоронят в тот же день, в тот же день, в который человек умер. Ну, скажем, если так, вот если он умер утром, то днем его хоронят. Ну, если днем тоже, если успевают, должны успеть. А вот если он умер под вечер, то тогда хоронить будут на следующее утро, а ночью там немножко попрохладнее, поэтому пережидают. Но хоронят в течение дня. И здесь уже смерть, она, так сказать, вот более существенно проявила свою власть. И, то есть, все несут для матери огромное горе, потеряли сына, и какой-то день, и все, надо уже похоронить, и будет поставлена точка. И вот эта вот процессия похоронная, как бы шествие смерти из города Наина, вдруг за вратами города встречается с другим шествием, с шествием жизни, потому что спаситель, подходя, вот как бы он предустраивает, чтобы встретились эти две процессии, и вот эта вот мать, убитая горем, чтобы и она тоже воскресла своей душой, возродилась от этого горя, получив сына, и он воскрешает вот этого сына. То есть, и в этом случае жизнь оказывается сильнее. А третий случай, это когда уже казалось, ну все, уже там четыре дня, да, закон разложения, то, что выражается, ну, выражено вот этой фразой, уже смертит Господи, зачем отваливать камень. То есть, все, это энтропия, распад, куда там уже, ну, ничего не поможет. То есть, это не литургический сон, да, это даже не клиническая смерть, как у нас говорят, вот как можно было бы сказать, скажем, относительно дочери Иаира, да, ну, это вот просто клиническая смерть, а вот здесь уже все. И тут спаситель, вот это зловоние смерти, он преображает в благоухание жизни, потому что Господь и есть сама жизнь, и прикасаясь даже тому, кто там распадается, рассыпается, он может полностью восставить, вот как Иов, о чем как раз надеялся, говорил, что я знаю, искупитель мой жив, и он в последние дни восставит плоть мою сию, и я увижу его, мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стаивает сердце мое в груди моей. Вот так произносил праведный Иов, и он действительно сподобился восстановлению своей природы, а тут спаситель воскрешает Лазаря Четверодневного, полностью его восставляя, и опять-таки вот победа, вот эта вторая троица воскрешений, и тут мы должны сказать правду, вот в чем как раз уникальность воскресения самого Господа Иисуса Христа, почему оно не в ряду прочих воскресений, потому что все вот воскресения, воскрешения, про которые мы указали, они были лишь, ну скажем так, на какое-то время, то есть смерть отступала, да, даже вот этот закон разложения прекращался, но пройдет там 20-30, ну может быть 40 или даже 50 лет, и они все опять расстанутся с этой жизнью, как бы вкушая вот общий удел, и смерть, можно сказать так, она лишь улыбалась, когда кто-то воскресал, она знала, что все в конечном итоге опять сойдут в ее чрево, и коса смерти оставалась острой, как бритва, но вдруг случилось непредвиденное, коса смерти нашла на камень, и как сказано у апостола Павла, камень же был Христос. И вот Спаситель, он сам говорил, что я имею власть отдать мою жизнь, имею власть опять принять ее, и никто не отнимает ее, если я отдаю, да, то только лишь для того, чтобы опять принять ее, и если все воскресали только ради жизни земной, чтобы вернуться вот к этому бытию, где едят, пьют, женятся, выходят замуж, ну, конечно, реально воскрешенные, они уже полностью меняли свой образ жизни, то вот сам Спаситель, он воскресает, он, во-первых, воскресает свои собственные, божественные силы, а не так, как те, их кто-то воскрешал, Божьи силы, а тут он сам воплотившийся Бог, и он сам воскресает, и он воскресает не ради земной, тленной жизни, а ради небесной и вечной, и туда прокладывает путь всем нам, поэтому вот цепочка энтропии вот этого распада в нашей вселенной прекратилась, и все становится на свои места, потому что Спаситель, ну, вот тоже, как говорит апостол Павел в Священном Писании, это мы читаем, что Христос, однажды умерев уже и воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, и в этом упование для всех, для нас, потому что сказано в Писании, что в будущем воскресении Христос преобразит и наши тела по образу его воскресшего тела, и он является учеником в том же самом теле, это то самое тело, которое некогда было, поведа пеленами, вот причистая Богоматерь, нянчила его на своих руках, потом он учился вот ходить, да, потом он вместе с мнимым отцом Иосифом что-то вот мастерил, там, плотницкое ремесло, и что-то вот делал полезное для людей, и руки свои он воздевал к небесам, к Богу Отцу, потом он выходит на проповедь, благовествует вместе с учениками, преломляет хлеб, а людям чудесным образом, разделяет вот эти вот пять хлебов на пять тысяч человек, одним прикосновением исцеляет больных, страждущих, одержимых, прокаженных, и вот эти самые руки были распяты, прибиты на кресте, но именно в этом теле он и воскресает, именно эти руки он показывает апостолу Фоме, другим ученикам, и как говорят святые отцы, что следы вот этих страданий, и пробитие гвоздями, да, и прободение копьем, вот эти вот следы, как ни странно, они, как некая вот печать жертвенной любви, они сохранятся и в преображенном теле Господа на все века, потому что это выражение Его жертвенной любви к нам, и это вот может быть нам трудно вот так вот представить, мы хотим все как бы идеализировать, но если вот кто сподобится узреть Господа, то на теле Господа сохранятся вот эти вот следы, следы от полученных ран, ибо это вот на века закрепленное свидетельство о Его жертвенной любви, потому что Господь возлюбил нас вплоть до крестной смерти, и пройдя через это, Он побеждает саму смерть, и Он является вот в том же самом теле, но все-таки тело Господа уже преображенное, оно во многом подобно телу первозданного Адама до грехопадения, вот как об этом говорил преподобный Макарий Египетский и другие святые отцы, что Адаму в раю ничто не могло причинить вреда, да, там не какие-то хищные звери, там ядовитые змеи, Адам не мог разбиться, не мог утонуть, не мог сгореть в огне, у него было тело одухотворенное, в каком-то смысле подобное ангелам, и вот Спаситель воскресает именно в таком ангелоподобном теле, поэтому Он проходит сквозь двери затворенные, Он может появляться, исчезать, Он уже немножко вот начинает учеников своих отучать от привычных таких вот вещественных соприкосновений, да, уже возводит нас на духовный уровень общения, но это именно то самое его телесное естество, и поэтому, когда Спаситель являлся святым людям, вот когда его, допустим, узрел преподобный Силуан Афонский, да, после вот такой длительной, очень напряженной молитвы, и он уже унывал, но потом, когда он созерцал лик Христов, как неизреченную любовь, такое вот сострадание, милосердие, которого невозможно встретить в этом мире, то он созерцал именно Спасителя вот в том телесном естестве, в котором Господь и пришел в наш мир, и в котором Он воскрес, или как преподобный Паисий Святогорец, когда он еще в детстве молился очень сильно, там были такие вот скорби, что один какой-то там родственник пытался его отговорить от усиленной религиозной жизни, говорил, что Христос, ну просто вот какой-то один из учителей, как там Будда, Конфуций, Мухаммед и прочие, и ребенок еще не знал, как философски возражать взрослым, но потом просто вот очень сильно молился Господу, и Господь является ему и держит в руках Евангелие, где написано «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в меня, если умрет, оживет». И еще, конечно, на страницах Библии, уже евангельской и истории, и истории деяний святых апостолов, мы видим третью троицу воскрешений, когда вот Спаситель только-только принял крестную смерть и вот потом воскресает, то что мы читаем в Евангелии от Матфея, что, значит, там землетрясение, да, и камни разверзлись, и «воскресли тела многих святых, и по воскресении Господа вошли в Иерусалим и явились с многим». То есть исполняется слово самого Спасителя, что настанет время, настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. И вот как только Спаситель произносит на кресте «совершилось», да, то мертвые, это вот именно некоторые святые ветхозаветные, они восстают из гробов и являются для свидетельства в город Иерусалим. Конечно, не очень надолго, но кто-то вот их смог узнать, там, конечно, тоже были разные споры, кто именно явился, да, но так или иначе вот это таинственное явление было как свидетельство-то о первой вот этой вот главной ощутимой победе над смертью. Второе воскрешение, это уже в книге «Деяния» совершает апостол Петр, он воскрешает праведную Тавифу, такую милосердную труженицу, которая шила рубашки, которая там делилась с нищими, и вот она умерла, приглашает апостола Петра, и он воскрешает ее. И это вот воскрешение, оно как бы становится таким символом, что подлинное милосердие не умирает, и люди милостивые, они сподобятся благой участи воскрешения. А третье воскрешение, это уже апостол Павел воскрешает юношу Евтиха во время проповеди, поскольку проповедь продолжилась далеко за полночь, а юноша Евтих, он сидел там где-то на уровне второго этажа, то ли на окне, то ли там где, и вот он задремал и уснул. И это значит, что, конечно, когда мы слушаем проповеди, лучше не дремать и лучше вообще не садиться в такие места, где мы, откуда мы задремав, можем упасть. Но Павел воскрешает этого юношу, и это уже символизирует что? То, что подлинное благовестие, оно не умрет. Ибо вот этот вот Евтих, он тоже потом становится проповедником веры Христовой, проповедником воскресения Господа, и эта проповедь, она прошла через всю историю. Еще скажу вам, братья и сестры, что ведь наша вера, есть вера пасхальная, то есть вера в торжество воскресения Господа, и поэтому это не только в одну пасхальную ночь, и не только на Светлой Седмице, но это на протяжении всего года. 52 воскресенья у нас, да, 52 раза совершается вот эта вот Малая Пасха, ну, как бы вот такие зеркала, которые от главного пасхального праздника передают вот этот солнечный лучик, отражаясь 52 раза, и доходят вплоть по кругу, опять-таки, до следующего праздника Пасхи. И поэтому вот этот лучик Света, Воскресения Христова, нам нужно стараться сохранять в наших душах, потому что это приносит подлинную радость, подлинный мир. И когда вот мы соприкасаемся действительно чистым сердцем с Воскресением Господа, то мы понимаем, что надо прощать, и ненавидящим нас простимся о Воскресении, так мы поем в пасхальной службе, потому что все это вот какие-то там обиды, раздражение, вспыльчивость, ну, что-то такое незначительное, мелкое, когда мы туда погружаемся, то мы как в какой-то вот пещере, а из пещеры надо выходить на встречу Божию Свету, ибо это свет Божьей любви. И Господь, Он своим светом обымает всех, Он готов всех приветствовать, встречать и делиться независно радостью вечной бесконечной жизни. Еще, конечно, когда я вот повествовал о сошистве Господа во ад, то лично меня всегда, ну, не то, что всегда, вот, интересует и такой вопрос, а вот Иуда, который как раз вот незадолго до этого покончил с собой, ведь душа его куда не сходит, во ад, и когда там Спаситель явился своим вот светом, да, то наверняка ведь тоже произошла какая-то встреча таинственная и непонятная для нас. И каков был там отклик Иуды? Я понимаю, что задаю такой вопрос несколько провокационный. Или же Иуда своей душой еще мучился и маялся на земле, потому что некоторое время, есть некоторые такие вот мнения, и из предания мы знаем, что первые три дня почившие душой своей находятся еще здесь, хотя если ты самоубийца, то дьявол, скорее всего, сразу тебя влечет в глубины преисподней, а вот туда сходит Господь. И мы знаем, что ведь рано или поздно Господь, Он встречается с каждым. И апостол Петр, который согрешил, ему было особое явление воскрешившего Спасителя, и Спаситель восстанавливает его в апостольском достоинстве. И вот когда Спаситель нисходит во ад, то наверняка произошла и некая вот неизвестная нам таинственная и непонятная встреча с Иудой. Мы знаем, что Господь есть любовь. Но мы не знаем, как откликнулся на это Иуда, ибо напрасно думать, что все, кто снисходит во ад, они непременно захотят быть с Богом, не замкнуться на себе, на своих страстях и непременно вот взойдут в рай. Это такие таинственные вещи, и поэтому нам нужна в том числе и осторожность, когда мы проходим на жизненный путь, чтобы не уподобиться вот этому Иуде и не сподобиться вот того конца, с которого сподобился им. И, наверное, самое последнее, что мы скажем, это то, что Спаситель вот явился ученикам в своем воскресшем теле. В этом же воскресшем теле он является святым, и они созерцают его. И, кстати, и преподобный Серафим Саровский его узрел, да, и преподобный Амбросий Оптинский, и много других святых, и те, кто созерцали божественный, неизреченный свет и зрели лик Христа. И на самом деле, братья и сестры, вот в таинстве святого причащения, в таинстве Евхаристии, мы все с вами приобщаемся к телу и крови Господа, не просто вот пострадавшего на кресте, но и воскресшего. То есть, когда мы с искренним чистым сердцем причащаемся святых тайн Христова, мы приобщаемся именно Христу воскресшему. И вот священники на литургии после каждого причащения читают пасхальные песнопения. «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу». То есть, причастие святых тайн – это и есть наша встреча с Господом воскресшим. Вот это воскресение нам стоит хранить в нашей жизни, проносить его через все наши дела, да, являть это в семье. Лучше почаще даже собираться вместе, петь какие-то пасхальные песнопения, нежели грызть друг друга в каких-то там недовольствах, препирательствах. Если вас вдруг распирает или вы видите, что в семье вдруг начинаются какие-то раздоры, то тут же скажите, а давайте вместе сейчас споем пасхальные песнопения и стихиры Пасхи Христовой, и тогда вы увидите, что все сразу преобразится, как будто какой-то злой дух отступает, а дух радости, мира, любви начинает воцаряться. И вот на этой ноте мы, наверное, и закончим, чтобы дух воскресения Христова пронести через всю нашу жизнь, да, и как ангелы на небесах, так и нам на земле чистым сердцем воспевать нашего Господа. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Воистину воскресе Христос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова